Два великих русских писателя, Пушкин и Достоевский, противоположные и в то же время такие схожие. У них было много общего, русскости, любви к России, к Богу и истинно христианская кончина. Они пришли к Богу и за собой ведут к Нему по сей день. А еще оба писателя родились в Москве, но значительную часть своего времени провели в Петербурге и умерли там же, с разницей в один день. Достоевский 9 февраля, а Пушкин 10. Поэтому в дни памяти писателей в Рождественском храме была отслужена панихида с участием воспитанников русской православной школы, преподавателей, прихожан и молодежи. И состоялся литературный вечер, посвященный творчеству этих великих писателей. Сегодня такая памятная дата, день кончины Федора Михайловича Достоевского в 1881 году, 9 февраля. Остановилось его сердце. И сегодня мы решили совместить два великих русских писателя, Достоевского и Александра Сергеевича Пушкина, при участии всех тех, кто хотел почитать, хотел услышать. И, конечно, оказывается, даже под аккомпанемент, даже под гитару, почитать его стихи. Я думаю, вечер будет очень интересным. Первая часть была посвящена Федору Михайловичу Достоевскому. Участники говорили о жизни и творчестве писателя, о людях, которые сыграли ключевую роль в жизни Достоевского, о его произведениях. Все они основаны не только на личном опыте, на каких-то судьбоносных перипетиях, на переживаниях самого Федора Михайловича, но они все цело пропитаны Духом Евангелия. В такой интерпретации звучит вторая заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, из уст Кресилова» в романе «Подросток». Я вам сейчас зачитаю. Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно, однако же должно. И потому делаем добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза. Переноси от них зло, не сердясь на них по возможности, памятуя, что ты человек. Читайте Достоевского, любите Достоевского, если можете. А если не можете, то тогда броните Достоевского, но читайте. А какие интересные слова сказал Раб Божий Иннокентий. На вечер пришло очень много молодежи, как и тогда. Достоевского почитало много молодых людей. Отец Александр представил участникам мероприятия точную факсимильную копию книги Евангелия, с которой писатель не расставался от каторги до последних дней своей жизни, и в которой писатель на полях оставил более тысячи пометок. Когда он читал ее, то я хочу показать вам пометку, вот так мы сделаем, вот здесь, вот покажем, видите. Это даже рукой парадашом помечен, и он развел такие строки. Батюшка зачитал отрывок из 12 главы Евангелия по Иоанну о пшеничном зерне. Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно падших в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много вода. Обводит, и что это становится? Эпиграфом братьям Кармазов. Видите, человек там пережил это дно, вот так отвел, и роман. Кстати, эти слова пишут в качестве китафи на гробе Достоевства. Вторая часть литературной встречи была посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина. За чашечкой ароматного чая в теплой дружеской атмосфере каждый желающий смог прочитать любимые стихотворения поэта. И Бога глаз ко мне возвал, восстань, пророк, и вишни, и в небе, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, в лаву ушли сердца людей. В душе пребудет боль и благодать, и ты услышишь, что не слышал раньше. Уста не перестанут повторять? Спасибо, Господи, прости, что не пришел пораньше. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вышли суждено совете, то воля милая, и я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мой послал вновь, да гроба ты хранитель мой. Звучали песни на стихи Пушкина. Ребята поделились своим восприятием произведений писателя. Наверное, важно видеть в строчках поэта Пушкина Достоевского находить духовные смыслы. И знаете же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее в преде жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Во многом говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь это прекрасное святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспоминание, если много, например, таких воспоминаний с собой в жизни, то спасем человека всю жизнь. И даже если одно только хорошее воспоминание для нас останется в нашем сердце, то и то может когда-нибудь прислужить нам по спасению. Это слова Алеши Карамазова. То есть так Достоевский говорит нам о том, что очень важно понимать даже, о чем мы говорим, когда, допустим, занимаемся какими-то своими делами, когда-нибудь в соседней комнате играет, читает, что-то делает, он все это слышит. Я работаю педагогом дополнительного образования, рисую, творю с детками, дошкольниками, младшими школьниками. И я понимаю, что результат моего занятия это не самая главная поделка, которую мы сделали. Это, пожалуй, те мысли, которые появились у них в голове во время наших занятий, и те мысли, которые у них появятся, как будет развиваться их фантазия. Как бы они вырастут, пластелин забудут, но наши уроки, наши слова добрые, то, что мы обсуждали, они это запомнят. Пушкин и Достоевский. Знаменательно навсегда сошлись эти имена. И 15-летний Федор Достоевский со своим братом Михаилом приходили прощаться с Пушкиным в его последнюю петербургскую квартиру. А через много лет, в дни пушкинских торжеств, когда был открыт самый известный памятник поэту на Тверском бульваре, Достоевский произнес свою знаменитую пушкинскую речь. Пушкин в ней был назван истинно народным поэтом, выражающим русскую душу, русский характер, отличительной чертой которого является смирение, самопожертвование, всемирная отзывчивость. Как важно всем нам перечитывать произведения этих великих писателей, как не хватает этого современной молодежи. А тем из них, кто уже прикоснулся к миру Пушкина и Достоевского, те загорелись чувством читать их дальше.